здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал оккупация 1812 значит как я вам уже обещал я вам вот из этой интерес вот из этого журнала покажу очень интересные места а вы сами решите похожи ли факты которые я вам сейчас зачитаю на оккупацию или нет или может быть я просто ошибаюсь а так поехали так значит вот этот русский архив издаваемый петров бертеневым год 13 1875 книга первая для начала я вам просто интересные штучки вот тут зачитаю очень интересно мне как бы это к теме 812 года то не относится но все равно и очень интересные места значит вот первое генеалогические занятия императрицы императрицы екатерины второй из писем в с попова к булгакову милостливый государь яков иванович если вам если ежели вам и время есть и не трудно заняться польским языком то пожалуйте простя мою дерзкую просьбу потрудитесь перевести польского гербовника от 364 по 375 страницу а чарторических но осмелился осмелился бы вас сим беспокоит если бы не считал что подобные упражнения вам приятны но если я ошибаюсь а то чувствительно обязать меня извольте с нисходительным извинением с истинным высокопечатанием и преданностью вашего превосходительства всепокорного слуги василия попова признаюсь вам что этот перевод надобен государине вот в чем интересно вот это делом почему императрица значит ее заинтересовала и она здесь хочет узнать откуда пошли вот такие вот фамилии значит а советские 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 спаслицких спонежских каминских вот но самое интересное что обратите внимание 1 августа 793 года село царское куда-то 1000 пропало обратите внимание на опечатку не похоже потому что следующее письмо 12 августа 793 года так поехали дальше значит сейчас я вам зачитаю интересные вот тут вот письма есть читайте очень интересный вот этот вот номер очень много на вот значит хочу вам зачитать письма императора павла к макарову это значит контр-адмирал так с детских лет находясь в звании генерал-адмирала павел петрович при екатерине второй носил оное только по имени воцарившись в ноябре месяце он потому самому не мог выказать свою деятельность на море но как только наступила весна на четвертый день после своего коронования в москве он уже помышлоряет о плавании по балтийскому морю и занят распоряжениями по этому предмету не же следующие письма его к михаилу и андреевичу макарову сообщены в русский архив подлинниками от потомков макарова при посредстве рогалёва значит что интересно то по истории мы знаем что этот самый пет павел как его там обосрали ну что был придурок придурком значит но я вам сейчас зачитаю эти самые письма вы обратите внимание что рулил он конкретно и он знал что делал понимаете то то есть то что нам пишут об этом самом павле это враньё брехня значит вот эту самую брехню то я и нахожу и я вам сейчас зачитаю очень интересные места и прочитаю вот несколько вот этих маленьких писем давайте сейчас поехали так господин вице-адмирал макаров избрав три самые надежные корабля и один фрегат из эскадры начальству вашему уверенной извольте поручить их команду контр-адмирала корцова коему повелено идти в средиземное море для соединения с вице-адмиралом ушаковым к вам же вместо он их повелено следовать от города архангельского под командованием контр-адмирала воротынского ковым трем кораблям и одному фрегату которые останутся у вас вместо по посланных в средиземное море прибываем впрочем благословный павел 1799 года марта шестого дня значит смотрите что получается он рулит везде и здесь на балтике значит я вам дальше зачитаю это балтику называют наше море понимаете да за 12 лет до 1812 года он рулит значит флотами и на балтике и в средиземном море то есть человек знает что он делает и в этой же книге я нахожу интересную штуку сейчас подождите я вам быстренько зачитаю следующее господин вице-адмирал макаров находя с некоторого времени наклонность гамбургского правления к правилам анархическим и правлению французских похитителей власти повелеваем вам все торговые и другие всякие их корабли брать в дом в добрый приз и отсылать к нашим портам за конвоем прибываем впрочем вам благосклонный павел то есть смотрите за 12 лет до 1812 года он дрючит эти французских этих похитителей власти видите да вот тут вот написано это его ну и вот она все есть я вначале вам зачитал что это из источников которые из самой семьи взяты из писем значит в этом же журнале нахожу такую штуку упоминания брестский флот ребята думаю что за брестский флот такой елки-палки открывая значит карту смотрю на тебе пожалуйста смотрите брестская крепость так сейчас увеличу смотрите брестская крепость вот вам река а вот вам порт ребята обратите внимание то есть был брестский флот но если был брестский флот то по-любому ребята должен быть и плотно на реке неман через которую перешел этот самый наполеон понимаете да а как он мог перейти если есть существует флот то есть нужно было для начала уничтожить флот понимаете а это уже война а это уже полки странное дело получается так ладно читаю дальше так господин вице-адмирал макаров назначены отправлением в средиземное море под командой вице-адмирала корцова корабли и фрегат повелеваем вам оставить по-прежнему их при эскадре вашей по елику в них уже надобности в средиземном море не нас не настоит дозволяя притом употребить он и соединенно с английскими будет будет бы нужда того потребовала и противу брестского флота когда бы он действительно оттуда вышел и как с прибытием к вам от города анхангельского эскадры кораблей будет у вас достаточно почему и мы почему и можете по повелению так вашему корабли корабли алексей и изослав и фрегат нарву отправить к вашим портам впрочем прибываем к вам благосклонны видите да интересное дело брестский флот есть значит и неманский должен был быть флот так поехали дальше значит англичане что-то там завыпендривались а и вот что он пишет господин вице-анверал на к макаров будете бы вы английский капитан по там с эскандрю вошел в балтийское море и приблизился бы к берегам нашим и паче буды бы что-то тут кляк сосно сокровь что ли капала будет если ты бы плавал к ревельскому порту тогда повелеваем вам выведя все английские суда находящиеся в ревельской гавани на рейд пред его глазами сжечь в рассуждении же порта иметь все должные осторожности и тотчас по сожжению суде судов с нарочным уведомить нарского коменданта и адмирала хеныкова коим предписано с английскими судами уничтожить тоже впрочем прибываем вам благосклонны то есть сильно он тут с вас с ними не церемониться видите да то есть он как натуральный император действует понимаете да что мужик это был с железной волей так и тут же смотрите в человек интересно я вот вот обман обнаружил значит письмо вот это 13 дня декабря 1800 года написано следующее письмо идет письма императора александра павловича к адмиралу макарову это я вам значит не буду читать что он тут пишет сами можете прочитать тут не интересно но смотрите ребята в санкт-петербург марта 21 дня 1801 года павла убили за девять дней до этого а он пишет письма императора александра павловича к адмиралу макарову то есть понимаете он уже рулит эскадры александр хотя на престол коронование произошло только в декабре но вы понимаете что как бы сами знаете процедуру то есть выбрали президента но он еще не рулит пока он не пройдет инаугурацию понимаете существует правило и александр для адмирала нам макарова никто и звать его никак понимаете да что он не будет выполнять его на приказание потому что он еще не император он не прошел процедуру коронования понимаете да а он ее пройдет только аж в декабре 1801 года понятно что тут дело темное так поехали дальше так следующее письмо уже от александра 12 апреля то есть прошло приблизительно месяц после убийства императора павла все он сворачивает значит компанию средиземном море и на балтике все на этом короче россия сдалась а вот видите и он уже господин адмирал макаров вследствие данного уже вам от нас повеление как скоро возможно будет следовать в кронштадт то есть тут и вы притроливали все он сворачивает значит и можете посмотреть по истории отзывает значит казаков из персии значит наши долбили долбили и тут бах это сволочь приходит к власти и все на этом дело и заканчивается ребята и вот с этого момента мы приступаем с вами смотреть как же была эта оккупация вот автобиографические записки егора федоровича фон братке моим детям рот наш происходит из швеции это значит я взял вот это значит чувак вот этот его федорович фон братке пишет вот из его этих записей я вам и буду зачитывать об этой самой оккупации рот наш происходит из швеции мой прадед во времена карла 12 был полковником шведский и шведским комендантом в люблике а древнейших предках со стороны моего отца мне ничего не известно даже не знаю принадлежали ли они к дворянцу или мой прадед был первый возведен в это достоинство чему впрочем я был вполне равнодушен мой прадед имел только двух сыновей которые начали свою службу в альденбургских и галштинских войсках и переселились оба в поруче с ним в поруче чем чине в россию к этому переселению вероятно побудили их между прочим семейные неприятности так ну тыры-пыры тралевали но дело в том что войска альденбургские и галштинские переселились в россию поехали дальше так поехали дальше отец мой родился и воспитывался на острове эльзе ираны вступил военную службу сперва он был юнкером в вятском пехотном полку а потом будучи фронтовым и кадетским офицером перешел по настоянию а.н. синявина во флот состоял при нем генерал генераль с адъютантом затем в чине подполковника командовал отдельным егерским батальоном был дежурным штаб офицером при генерал-лейтенанте нумсине и при столь знаменитом впоследствии генерале суворевы в финляндии затем командовал гарнизон командиром гарнизонного полка своего имени в риге оттуда во времена павла первого ребята в чине генерал-майора назначен комендантов полоски и шефом гарнизонного полка своего имени здесь постигла его учить столь многих силу особого высочайшего повеления без всяких причин его выбросили из службы то есть павел первый выбрасывал со службы инородцев понимаете да так и три раза тут а вот выбросили вот выбросили еще и главное в кавычках выбросили выбросили он тут жалуется что вот его выбросили так был очень знаком прося его сообщить ему о причинах его увольнения но получил вскоре ответ что и сам князь тот же день был выброшен из службы тогда мой отец собрал небольшие крохи своего достояния и по и воспользоваться предложены ему тестем и друзьями сиудою купил сильно запущенное на двине лежащее имение верховья в 350 душ витевской губернии в валишском уезде так поехали дальше с вошедствием на престол государя императора александра первого отец подал восставку 1807 году жил в верховье которое во всех отношениях совершенно преобразилась в 1807 году по случаю войны с францией по всей россии устраивалась милиция понимаете да ребята то есть до 1807 года при императоре павле не было милиции а тут а устраиваться начала милиция понятно да то есть готовилась все это дело так но его настоятельно просили приехать на выборы и он был единогласно выбрал губернским начальником витебской милиции а возмещение необходимо умножающих от того расходов дворянство также единогласно назначила ему ежегодно по 20 тысяч рублей сигнации его тронуло сочувствие дворянца и он не имел духа отказаться от должности но деньги решительно отвергнул таким образом он переехал в витебс и занялся образованием милиции понятно сначала он значит там витебске витебской губернии а тут сейчас самом витебске милицию так понятное дело читаем дальше вот он сейчас он сейчас и сдаст своего отца смотрите ребята так поехали дальше так где этот бунтинг букс генден предлагал отцу поступить к нему в дежурные генералы а когда это не состоялось занять опорожнившиеся место эстлянского губернатора ввиду этого места отец мой продал свое имение свел счеты со своей семьей поехал в петербург но там узнал что граф бунтинг букс генд уже представил эстлянским губернатором барона экскхюля видите да не знаю что побудило графом букс гевдена к такому вероловную поступку но бывшие друзья разжаслись вместе с собой уважение которым пользовался мой отец обратила на него личного внимания императора александра первого и вскоре он получил место гражданского губернатора на вятке с увеличенным окладом так вятская губерния с миллионным богатым казенных крестьян с миллионом богатых казенных крестьян до тех пор была сильно разоряема управлением до моего отца а отца и после него чиновники не исключая и губернаторов быва бывали увольняемые с преданием уголовном суду свой свой стес настойчивостью восстановив порядок батюшка управлял губернию семь лет и благодаря ему личному блистательному надзору во все во все эти семь лет ни один чиновник не был предан суду до этого сажали когда пришел перестали сажать так много лет после его кончине император александр первый проезжая в вертке увидел гимназии портрет моего отца и узнал что гимназия была им основана остановился перед портретом произнес это был человек редкой честности и настойчивости при этом его величество извольно рассказать что на пути своем он говорил с крестьянами и все они от мал до велика отзывались что начиная с незапамятных времен только при отце моем управление было честно и правосудое утомленный служебной деятельностью страдая от сильного геморроя и совершенного расстройства желудка мой отец спросил об увольнении со службы но в 1816 году и в конце 1815 года был всемилистейше пожалован в тайные советники петербургские сенаторы он исправлял почти два года в отсутствии барона компенгаузена должность государственного контролера и умер в начале 1818 года на пожаре в санкт-петербурге так ребята чего я говорю что он сдал обратите внимание ни слова нет в том что он воевал то есть понимаете шла война 1812 года он обязательно должен был воевать но тут ни слова нету понимаете да так поехали дальше так тут вот он уже рассказывает про себя как он про его жизнь в вятке и значит рассказывают где он там учился и ездил значит по вятке там и в Казани мы останавливались в женском монастыре где настоятельницу была некогда знатная дама большого света приятельница госпожи хитровой монастырь следовал новейшим модам комната игумени была чем-то вроде парижского будуара кушанья самые тонкие лакомств и закусок всякого рода в полном изобилии тут воспитывалось множество молодых девушек из лучших семейств разодетых с отменным вкусом они пели на крылосах в разговорах не слыхал я монастырского напротив царствовала полная свобода мы прожили тут несколько дней и мне не хотелось уезжать казанский архиерей неоднократно пытался заявить свои требования относительно этой светскости но ничего не успевал по причине важных связей игумени впрочем несмотря на через чур светскую обстановку игумени не допускала грубого соблазна так по прибытию в Петербург остановились в доме княгини тогда еще супруги простого генерала Кутузовой где для дочери ее был приготовлен верхний этаж и там же отведена мне отдельная и весьма уютная комната здесь наступил для меня период разочарований добродетельнейшая госпожа хитрова полюбила неудержимо вихрь света и даже не трудилась скрывать этого она до того забыла русский язык на котором очень хорошо говорила и писала в вятке что в малейшей записочке делала самые грубые ошибки выраженная мною в этом случае неожиданное удивление было ей неприятно так старушка Кутузова почти 70 лет от роду одевалась как молоденько бойкая девица между тем как она от старости уже совсем высохла то есть понимаете ребята там до того это все французское было ну вы теперь верите в то что там кто-то сопротивлялся этим самым французом тут все на французском понимаете в чем дело продалися сволочи с потрохами так сейчас дальше так девица Жорж Г. Дюран играли значительную роль и вообще французский театр имел там многих представителей чего в то время в хороших домах еще не допускалось старик Кутузов находился в Турции и далеко еще не пользовался тем значением которое приобрел в 812 году когда многие самые высокопоставленные особы за честь считали быть принятыми в гостиной княгине я имел в Петербурге родственные дома генерала Адеркаса графа Аппермана и полковника Пекера где был принят дружественно так вот тут вот значит ребята интересно вот он значит это отучился и уже пишет о себе как он значит оказался в Париже это во время войны 1812 года вот значит зачитаю вам интересное вот тут вот не преувеличено что и мы русские также могли похвалиться сердечную приветливостью французов что касается донравов то по тому времени нельзя справедливо судить о них военное возбуждение вызывает такие явления которые не имеют места в мирное время признаком испорченности были многочисленные и горные и распутные дома пользующиеся покровительством власти а несметное количество дерзких девок которые нахально являлись повсюду показывало что зло это не было произведением того времени но укоренилось издавна в Париже неприметно было исследовав а неприметно неприметно было и следов религиозной жизни в Париже неприметно было и следов религиозной жизни так что его можно было считать магометанским или языческим городом меня хранило провидение но многие из моих товарищей уехали оттуда зараженные нравственно и физически так поехали дальше так будущий император в то время еще великий князь Николай которому он должен был показывать места сражений 1812 года почувствовал к нему искреннюю дружбу представляете да князь Николай не знал о местах войны 1812 года так ладно поехали дальше князь Барклай был из числа тех людей которых наружных вид нисколько не изобличает их внутреннего существа холоден и сух в обращении молчалив и неловок на официальных представлениях он был одним из отличнейших генералов своего времени в целой Европе одно уже его знаменитое почти беспримерное отступление в 1812 году упрочило за ним бессмертие в летописях военной истории поехали дальше он неопровержимо доказал на деле высокий патриотризм своей души напоминавший древний Рим в его лучшую эпоху и я ссылаюсь в этом случае на него донесение государю о 12-м годе которое вероятно в скором времени будет опубликовано поехали дальше в москве я нашел моего прежнего учителя полковника Александра Николаевича Муравьева состоявшего начальником штаба при находившемся там гвардейском отряде он был арестован лично государем за какой-то промах по фронту и я застал его в чрезвычайно раздраженном состоянии духа почти каждый день проводил я у него несколько часов и по-видимому мое присутствие его успокаивало наконец он предложил мне ввести меня в самую знатную из московских масонских лож и я не решился отказаться от его любезного предложения приблизительно около половины февраля 1818 прибыли мы в Новгород где к нам в помощь прикомандировали несколько офицеров из поселений и мы приступили к составлению планов военных поселений Новгородской губернии под тем неудовлетворительным отрывочным материалом которые находились у нас о самом Новгороде много говорить не приходится следы древнего знаменитого гонзейского города сохранились только в монастырях отстоящих от города вверс 10-15 и принадлежавших прежде к его владениям общество состоит исключительно из чиновников купечество малообразовано и не останавливает на себе внимание губернское дворянство благодаря соседству Петербурга предпочитает проживать там если только имеет на то средства не выходя в губернском городе ничего заманченного для жизни так что же такое гонзейский город давайте с вами посмотрим Ганза крупный политический и экономический союз с торговых городов северо-западной Европы возникший в середине 12-го века просуществовал до середины 17-го века в регистр в регистр Ганзы были включены 130 городов из них около 100 портовых а под ее влиянием находились до 3000 населенных пунктов к началу 15-го века Ганза объединяла около 160 городов поехали дальше императора Александра первого часто и болезненно смущала мысль что солдат выступая на защиту отечества лишен даже утешения предоставить своей жене и детям особый кров где он мог бы с уверенностью найти их по окончании службы так поехали дальше таким образом графу было поручено в начале поселить первую гренадерскую дивизию состоящую из шести полков в количестве 18 тысяч человек на берегу Волхова или в другой местности на государственных землях Новгородской губернии когда для того было определено примерно 1200 квадратных верст с принадлежащими к ним населением то все это было передано графу в его управление и постановлены следующие правила все домохозяева крестьянских дворов и все хозяева годные были утверждены в звании хозяев но в то же время зачислены солдатами в поселенные полковые батальоны все остальные совершеннолетние крестьянские поступали солдатами в действующие батальоны и служили к их укомплектованию в мае или июне 1819 года еще будучи в капитанском чине я был вызван из военных поселений в Санкт-Петербург графу когда к нему представился он ввел меня в кабинет свой разложил карту и сказал цвилинеф генерал-лейтенант начальник поселений в могилевской губернии прислал на утверждение мое множество представлений по делам которые зависят совершенно от местных условий поэтому я посылаю туда вас 4 месяца пришлось мне прожить в могилеве я кинулся собирать местные сведения работал и обсуждал учился и учил в одно и то же время и наконец оставил генералу цвилинефу общее наставление о хозяйственном управлении колониями и еще раз ребята я учился и учил в одно и то же время и наконец оставил генералу цвилинефу общее наставление о хозяйственном управлении колониями ребята поехали дальше ну и напоследок в заключение ролика прочитаю еще одно здесь я нашел это значит его прислали уже херсон херсонская область или как там ну поняли значит юг здесь я нашел этих прежде столь зажиточных поселян величайшей нужде и бедствии и мне не трудно было открыть причину этого грустного положения когда полки вступили в пользование определенными им участками и приняли на себя управление ими овладела пламенное усердие к пользам казны и они по отношению к доставшимся им природным богатствам не довольствовались выручаемым обильным содержанием для своих людей и лошадей но старались накоплять наибольшее количество запасного хлеба и сена этой цели они без сомнения достигли хотя и тут целые стада крыс уничтожали добрую половину но в то же время полки отнимали у крестьянина лучшие земли делали огромные посевы без всякого соображения с трудовыми силами и предоставляли крестьянину лишь скудный остаток времени на его собственное хозяйство так как похота при продолжительном лете может производиться долго и труда по удобрению не существует то эта система была бы еще менее вредна для материального благосостояния поселенцев но во время уборки когда так но во время уборки когда при жгучем солнечном зное часто все разом созреваем хлебе в один день начинается спеть а трава обращается к солому казенные огромные посевы требовали такого усиленного труда что уборка крестьянских полей отлагалась до окончательной до окончания этих работ и крестьяне они часто привозили свои гумна одну лишь солому вот на этом ролик заканчиваю что хотел вам прочитать кому интересно оставляю ссылку много здесь в этом журнале найдете всяких интересных статей читайте спасибо за внимание подписывайтесь на канал до свидания